Гильермо Пérez В сериале «Женщина Лоренцо». 80-я серия. Оператор Педро Бергна «Валенция». Авторы сценария. Пабло Васкес, Энрике Монклова, Алехандро Родригес. Режиссеры. Луис Бариус, Тонио Вега, Хорхе Таппи. Когда ты научишься быть осторожнее? Вот здесь, с филосудорогой. Подожди. Сейчас пройдет. Так болит? Нет? Нет, проходит. Я отнимаю твое время. Нет, что ты. У меня получается лучше. Попробуй осторожно встать. Алекс, я сама могу. Я помогу. Неужели? Развлекаетесь? Алекс, спусти. Я сама. Не беспокойся, я хочу помочь. Я и не беспокоюсь. Спасибо. Вернусь на тренажер, сестренка. Что это? Это что? С Алексом? Мими, твой брат помог, когда у меня свела ногу. Я не против, чтобы вы были вместе. Он очень изменился. Странно от тебя это слышит, Мими. Я серьезно? Он начал интересоваться моими делами, здоровьем. Он изменился? Пора уже. Жизнь кое-чему его научила. Поэтому он изменился. Я рада, что у вас все хорошо. Так и должно быть. Ты простишь его? Нет, Мими, боюсь, этого не случится. Уверена? Мне бы хотелось, чтобы ты дала ему шанс. Мими. Хорошо, хорошо. Больше не буду. А где Конан? Пошел в кино с Лисето. С Лисето? Да. Я рада, что мой братик влюблен. Да. Я тоже. Антонио, налей, сеньори, еще молока. Мне, Форенцо, не нужно. Я больше не хочу. Лаура, врач сказал, тебе необходим кальций. И принеси еще тостов. Да, сеньор. Хорошо, если только ты не против сегодняшней вечеринки. Да, вечеринка. Помню. Не говори, что забыл, Лаура. Я не хочу быть посмешищем. Успокойся, я приду. Кого ты пригласила? У меня есть приблизительный список, но Орландо я точно не приглашу. Хорошо, я тоже не хочу, чтобы он был. Орландо должен объясниться. Я рада, что ты меня поддерживаешь. Я говорю это не потому, что решил поддержать тебя. Я считал Орландо лучшим другом, и, к сожалению, он устроил мне этот неприятный сюрприз с Исабеллой. Вероятно, Исабелла хорошо отплатила Орландо. Меня не интересуют их договоренности. Он совершил ошибку, и я этого так не оставлю. Давай больше не будем о нем. Я хочу сказать, кого я приглашу. Это будет несколько друзей и Глория. Она была любезна со мной. Пожалуйста, передай ей. Не беспокойся, передам. Еще я приглашу Тони и Мими вместо Джакома. Хорошо. Ты уверена, что это все? Да. С тех пор, как Джаком улетел в Нью-Йорк, у меня не осталось друзей. Ты же знаешь, моя семья – это ты и наш будущий сын. Мне пора на работу. Поговорим после. Антония, я ухожу. Пожалуйста, присмотри за Лаурой. И не давай ей утомляться. Да, сеньор. Поговорим после. Пока. Ты выпила лекарство? Выпью после завтрака. Не забудь. От тебя зависит, будет ли мальчик крепким, как дядя. Вчера я говорила с Сильвией. И? Что она сказала? Немного. Я попросила ее простить тебя. И? Не жди от меня чуда. Ты поступил очень некрасиво. Знаю. Но я очень ценю твою помощь, сестренка. Я рада, что ты изменился, и хотел бы видеть вас вместе. Знаешь, я не хотел никому говорить. Думаю, так и будет. Я тоже. Сильвия стала относиться ко мне... Мама. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мама, ты знаешь, который час? И что? Ты опоздала. Не важно. Сильвия на работе, и я могу отдохнуть. Не жалуйся в конце месяца. Какая-то ты странная. Я не жалуюсь, дорогой. В последнее время я работала как рабыня. Думаю, сейчас я могу жить, как мне хочется. Привет. До встречи. Отдыхай. Что это было? Мой жених ушел. Ушел? Он спал здесь? Лучше не спрашивай. Мне стыдно. Не совсем спал. Нет-нет, какой ужас, я ухожу. Послушай, мама. Что? Ты подаешь дурной пример Мими. Что в этом такого? Мими взрослая девочка, она беременна. Имею право приводить в дом, кого хочу. Умираю с голода. Ветчина. Подай мне масло. Нужно восстановить силы. Дай мне масло. Да, отец. Исабелла была в тюрьме несколько часов. Конечно, нет. Нет. Хорошо. Если что, я пришлю имейл. Все, пока. Отрывайся. Как дела, Тони? Есть новости? Только что говорил со стариком. Он рассказал о клинике и о лечении. Кажется, все в порядке. Это хорошие новости. Я отойду? Присмотри за всем. Конечно. Мими сказала, пустили ее клип. Да. Благодаря клипу мне предложили работу. Буду работать помощником редактора. Здорово заниматься тем, что тебе нравится. Так говорят. Пока. Пока. Орландо, объясни мне, какого черта ты защищал Исабеллу? Мог посоветоваться со мной? Касательно моих профессиональных решений, речь идет о моей семье. У тебя нет выбора. Я думал, ты мой друг. Лоренцо, я уже объяснил. Я защищал Исабеллу в интересах компании. Кроме того, она невиновна. Ты уверен? Разумеется, уверен. Я изучил ее дело. Против Исабеллы нет доказательств. Я не убийца, Лоренцо. Я тебе объяснила. Не понимаю, почему ты мне не веришь. Мы говорим не об этом. Я разговариваю с Орландо и прошу, не вмешивайся. Ты недоволен, хотя тебе не пришлось провести ночь в тюрьме и выслушивать оскорбления твоей жены. Кстати, как Лорита? Должно быть хорошо? Приступов не было? С ней все в порядке, Исабелла. Но сейчас мы разговариваем не с ней и не о ней, а о поведении Орландо. Перестань его допрашивать. Если хочешь упрекнуть за то, что он защищал меня, знай, это я его попросила. Орландо, поздравляю. Теперь вы вдвоем против меня. Перестань, прошу тебя. Насколько я знаю, мы вместе. Или нет? Надеюсь, так и есть. Прошу прощения. Исабелла, спасибо, но вовсе не обязательно защищать меня перед Лоренцо. Хорошо, как скажешь. После не жалуйся, что я тебя бросила. Ты тоже. Видела? Да, первый раз я появляюсь на первой странице. Любопытно. Привет. Мими, как дела? Хорошо. Как идет работа? Пока еще рано. Ты пришла к Тони? Да, я пришла к отцу ребенка. Он вышел, но скоро вернется. Ты заметил, что папа не спал дома? Эти двое в последнее время сходят с ума. И мама ничего не хочет слушать. А мой отец похож на подростка. Приходится шлепать тапками, свистеть, шуметь, чтобы они услышали и не попали в глупую ситуацию. Какое безобразие. Безобразие, безобразие. Я недавно думала, может, в этом возрасте нет совести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Как тебе на свободе? Прекрасно. Заметно. Ты вся сияешь. Знаю. Но дело не только в свободе, дорогая. Есть другой повод для радости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да? Какой? Не скажу. Это сюрприз даже для тебя. Поэтому промолчу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно. Наверняка это месть Лаурити за то, что тебе пришлось пережить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не старайся, все равно ничего не узнаешь. Это сюрприз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все в свое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откуда ты? Ты опоздала? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я провела все утро в банках, пытаясь получить кредит и оформляя бумаги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Значит, мой план работает. Лоренцо спрашивал обо мне. Не знаешь? Он по мне соскучился? Ай, Исабелла. Я была у него. Он пригласил меня на вечеринку. Домой? Тебя. Зачем? Они пригласили нескольких друзей, чтобы показать, что они помирились. Какая глупость. Помирились. Им должно быть стыдно. Идиот празднует это событие как свой день рождения. Кроме того, он хочет объявить, что станет отцом. Еще нужно убедиться, что этот ребенок родится. Все может быть. Исабелла. Что? Ты ничего ему не сделаешь, верно? Конечно, нет. Я говорю, потому что у Лауриты слабое здоровье. У нее была серьезная проблема. Все может случиться. Надеюсь, ты не против того, что я пойду? Разумеется, нет. Делай, что хочешь. Нет, все равно. Хорошо. Может, Лоренцо еще тебя пригласит? Даже если попросит на коленях, я не пойду на эту дурацкую вечеринку. Это мне не нравится. Нашла, сеньора? Покажи. Не знаю. Не очень подходит. Хотя можно попробовать. Открой. Это цветы, которые я заказывала. Как дела? Привет. Выбираешь ткань на платье? Нет. Это скатерти. Ты разговаривал с Джакомом? Садись. Рассказывай. Разговаривал. Он очень доволен. Да. У меня новости. Я получил новую работу. Буду работать редактором на кабельном канале. Серьезно? Я рада. Что еще расскажешь? Он попросил передать тебе привет. И сказал, чтобы я навещал тебя, чтобы тебе не было одиноко. Поэтому я пришел. Очень мило с твоей стороны. Какие планы на вечер? Ничего особенного. Мими беременна. Я должен заботиться о ней. Приглашаю вас сегодня ко мне. Конечно, обоих. Будет вечеринка? Нет, не совсем. Скорее ужин. Хочу отпраздновать перемирение с Лоренцо. Значит, будет хорошая еда. Я приду. Не знаю, как. Мими? Постарайся ее уговорить. Скоро вы будете родителями. Вам пора заводить круг общения. Нельзя же всю жизнь ходить. На дискотеке. Попробую поговорить с ней. Был рад повидаться. Спасибо. Ты красивая, как всегда. Спасибо. Жду сегодня вечером. До встречи. Постарайся пригласить молодых, чтобы не умереть с твоим стариком. Стариком? Старый твой отец. Кому же еще позвонить? Где телефоны поставщиков? Здесь, в ежедневнике. Дай мне. Я найду. Алло, Сильвия, это Лаурита. Как дела? Привет, Лаурита. Я слышала, ты поправляешься? Да, мне намного лучше. Хотя еще нужно время. Все благодаря вниманию Лоренцо. Просто душечка. Ведет себя со мной, как Ангел. Я рада за тебя. Сильвия, мы с тобой помирились. Я хотела бы пригласить тебя на ужин сегодня. Я хочу объявить, что у нас с Лоренцо будет ребенок. Очень жаль, но я не могу. Очень много дел. Я слышала, ты работаешь на Лоренцо или что-то в этом роде? В этом роде. Хорошо, Сильвия. Не буду больше отнимать время. Постарайся прийти. Мы с Лоренцо будем рады. Пока, Лаурита. Выздоравливай. Это Лаурита? Да, хотела пригласить меня на ужин сегодня вечером. Она не в своем уме. Она сумасшедшая. Знаю, знаю, но... Зачем она позвонила? Наверное, чтобы сделать больно. Алекс, так что с телефонами поставщиков? Вот. Вечно ты все не так делаешь. Вальдес, я думала, ты в Венесуэле. Что случилось? Я оттуда. Представляю отца сеньоры Лауритии. Добрый день, сеньора. Очень приятно. Взаимно. Приятно. Спасибо. Думаю, детектив рассказал вам, что я лучшая подруга Лауриты. Да, не представляете, как я вам благодарен за этот приезд. У меня не было денег. Бедная Лаурита. Наверное, она не получила ни одну из моих телеграмм. Что могло случиться? Да, в последнее время столько проблем с почтой. Должно быть, они не дошли. Ты уверен, что это он? У него ни копейки. После стольких лет в тюрьме на него жалко смотреть. Меня он вполне устраивает. Не представляешь, как мне не терпится показать его Лаурите. Что-нибудь еще? Пока ничего. Ты проделал отличную работу. Приятно с вами работать. Придешь в другой раз, а сейчас оставь нас одни. Хорошо. Договорились. До свидания, дон Хосе. Рад познакомиться. Взаимно. До свидания, доктор Вальдес. Спасибо, что привезли меня. Спасибо. Не за что. Спасибо. Хосе, вам не кажется, что сейчас время для хорошего обеда? Вы читаете мои мысли. Замечательно. Давайте прогуляемся и поговорим по дороге. А позже вы сможете повидаться со своей дочерью. Прекрасная мысль. Идемте. Особенно в компании такой красивой женщины. Какой вы любезный. Какой вы любезный. Лоренцо, ты еще сердишься? Надеюсь, Орландо, ты больше не устроишь мне подобного сюрприза. Лоренцо, я тебя не понимаю. Ты привел Исабелла в компанию, а теперь недоволен, что я ее защищаю. Я знаю, что она часть компании, но закон превыше всего. Совершенно с тобой согласен. Но Исабелла невиновна. Поэтому я ей помог. Надеюсь, ты говоришь правду. Разумеется, я говорю правду. Так же считает прокурор. Против Исабеллы нет доказательств. Хорошо, договорились. Все в прошлом, Орландо. Значит, мир? Да, между нами, да. Но не забывай, Лаурита настроена против тебя. Это я переживу. И еще кое-что. Сегодня вечером у меня дома небольшой ужин. Лаура хочет собрать близких друзей, чтобы сообщить о нашем примирении и о сыне. Ты не приглашен. Понимаю. Желаю хорошо провести время. Давай за работу. Глория отнесла документы в банки. Знаю. Надеюсь, все обойдется. Я тоже. Я тоже. Потому что мы сильно рискуем, Орландо. Мы? Не только мы, Лоренцо. Нет, Мими. Это вниз. Я разложил их не по цвету, а по тканям. Что ты здесь делаешь? Жду тебя. Почему ты задержался? Старик попросил навестить Лауриту. И как эта ведьма? Лучше. И даже пригласила нас к себе. Что мы и сделали? Ничего. Дело в том, что она хочет отпраздновать свое примирение с Лоренцо. Там будет еда. Хочешь идти? Иди, я пас. Почему нет? Лаура, своя тетка. Там будет одно старичье. Какая ты противная. Мими, мы скоро станем родителями. Пора привыкать к обществу взрослых. Если видит скучно, я уйду. Подожди, Тони. Тебе не следует часто общаться с Лауритой. Почему? Она подруга моего отца. Ты ошибаешься. Была. Больше нет. Мне все равно. Она мне нравится. Можно? Лоренцо. Проходи, садись. Спасибо. Что-нибудь будешь? Нет, спасибо, Сильвия. Я принес тебе договор, чтобы ты просмотрела и подписала. Все в порядке? Да, да, все в порядке. Ты застал меня врасплох. Хочешь, оставь его себе и просмотри спокойно. А после отдашь? Здесь все пункты, которые мы обсуждали. Разумеется, я лично его просмотрел. Тогда мне незачем читать. Замечательно, что теперь есть деловое соглашение между твоей фирмой и моей. Держи. Спасибо. Как идут дела в мастерской? Хорошо, хорошо. Люди довольны. Вначале я сомневалась, а сейчас вхожу в курс дела. Пойду. Не хочу отнимать твое время. Да, у меня много дел. Лоренцо, пожалуйста, извинись перед Лауритой. Извиниться за что? Она позвонила, чтобы пригласить меня на ваш ужин. Но я не пойду. Мне очень жаль. Я не знал, что она это сделала. С ее стороны это бестактно. Не беспокойся. Я пойду. Спасибо за то, что не сердишься на Лауриту. Пока, Сильвия. До свидания. Как вкусно. Давно я так не ел. Представляю. Вас давно не было в Перу? Более 20 лет. Ну, Хосе, скажите, чем вы занимались все это время? До того, как попали в тюрьму? Я ездил по миру. Эквадор, Колумбия, Венесуэла. Даже Бразилия и Аргентина. Да? Это шутка? Нет, серьезно. Я мало где задерживался. Всегда искал какого-то приключения. Переключения? Например, того, из-за которого попали в тюрьму. Не хочу смущать вас вопросом. Я из тех людей, кто думает, что ошибаться. Естественно. Да, это было глупо. В Венесуэле я занимался импортом и экспортом вблизи границы с Бразилией. Наркотики? Нет, нет, девочка моя. Это были драгоценные камни. Переправка драгоценных камней? Не так серьезно. Тогда скажите... Скажем, это был альтернативный бизнес. Альтернативный бизнес. Полагаю, власти не знали. Нет. Десять лет тюрьмы это было слишком. Как только меня посадили, я начал бороться за уменьшение срока, и, наконец, появилась хорошая судья и смягчила наказание. Дон Хосе. Все это время вы не общались с Лауридой, да? К сожалению, нет. Мы были с ней не в очень хороших отношениях. Откровенно говоря, в плохих отношениях. Она особенная девочка, очень амбициозна, и всегда лезет туда, куда ее не просят. В голове у нее одни мечты и фантазии. Да. Не беспокойтесь, я прекрасно понимаю, о чем вы. Затем один друг в тюрьме... Друг в тюрьме... Достал ее адрес, я писал, я писал, но она так и не ответила. Полагаю, она их так и не получила. Я тоже так думаю. Вы будете еще мясо? Мясо? Нет, хотите? Передайте мне тарелку. Разумеется. Ну, вы запрошу вас, наедайтесь в волю. Спасибо, дочка, спасибо. После мы купим вам красивый костюм на вечер. У меня не гроша. Не беспокойтесь, я заплачу. Я рада услужить отцу своей подругой. Моей дочери повезло с такой подругой, как вы. И не говорите, и не говорите. После я хотел бы зайти к старому другу. Не беспокойтесь, для этого будет время. На вечер у нас есть план. Зайдете к нему завтра. Что случилось? Какое-то дело? Лучше. Долгожданная встреча с вашей дочерью Лауритой. Я уверена, она будет очень, очень счастлива увидеть вас снова. Гарантирую. Я перезвоню. Привет. Роме, я пришла с другом. Пожалуйста, обслужи его. Деньги не имеют значения, я плачу. Конечно. Что вы желаете. Я много лет провел в путешествиях и потерял ориентацию. Что сейчас в моде? Несмотря что вы ищете. Костюм. Что-нибудь формальное. Какой-то особенный цвет? Голубой. Мне нравится голубой. Отлично. Могу посоветовать... Кроме, нас не интересуют советы. Хорошо. Посмотрю, что есть. И не забудьте бежевую рубашку. Бежевую рубашку с бабочкой. И белую тройку. Мне нравится белый. Конечно. Эркулито, Эркулито, любимый. Знаешь, что говорят люди? Привет, Эмпе, привет. Привет, сокровище. В чем дело? Решил потренироваться и потянул руку. Дорогой, не перестарайся. Ты мне нужен живой. Ты мне и так нравишься. Резвый и веселый. Ты же знаешь, я делаю это, потому что хочу быть в форме. В наш медовый месяц. Хочу быть на пике. Ты всегда в форме, дорогой. Ты в форме. Что ты хотела сказать? Я хотела сказать... Мне стыдно говорить это. Люди болтают всякие глупости, но... Кто это? Я сейчас же поставлю его на место. Так не делают, не делают. Это не выход. Ты собираешься драться с каждым встречным на улице. Лучшее решение... Я думаю, что лучше бы это... Жениться. Так мы всем заткнем рот. Только скажи, когда? Завтра. Завтра? Не слишком ли рано? Нет. Какая разница, завтра или в другой день? Нам все равно нечего делать. Хорошо. Завтра. Но завтра... Эркулес Гарсия. Ты сомневаешься или мне кажется? Нет, нет, нет. Конечно, ты права. Так мы решим все проблемы раз и навсегда. Замечательно. Пойду расскажу всем. Завтра я выхожу замуж. Завтра я выхожу замуж. Эмпе, давай сделаем все скромнее. Ты с ума сошел? А подарки? Нужно использовать этот случай. Не будь таким глупым. Завтра я выхожу замуж. Эмпе, эмпе, перестань кричать на весь район. Да, будет ужин. Нет, я уверена, что Лоренцо будет рад вас видеть. Разумеется. Ответь мне, зачем ты звонила Сильвии? У меня небольшая проблема. Я перезвоню. Увидимся вечером. До встречи. Что ты делаешь в моем доме? Я сказала Антонии, чтобы тебя не пускали. Антония не хотела меня впускать. Антония! Не кричи. Антония! Замолчи, она все равно не услышит. Наверное, зовет твоего телохранителя. Скажи мне, зачем ты звонила Сильвии? Из вежливости. Не верю. Не верю. Чтобы сделать больно. Что тебе от меня надо? Зачем ты звонила Сильвии? Бог мой. Что мне приходится слушать? Я помирилась с мужем. Я счастлива, потому что у меня будет ребенок. Зачем мне нужна Сильвия? Я тебе не верю, Лаурита. Не верю. Отвечай. Зачем ты звонила Сильвии? Это не твое дело. Я нездоровая. Меня тошнит от тебя. Будь добр. Убирайся. Послушай внимательно, Лаурита. Если не хочешь меня видеть, держись подальше от Сильвии. Я могу тебя погубить, если захочу. Слышишь? Убирайся. Убирайся. Я тебя не боюсь. Убирайся отсюда. Тронешь Сильвию, будешь иметь дело со мной. Это уже слишком. Антонио, убирайся. Где Нати? Поехала Паракас отвезти документ. Конан. Я подписала договор с Лоренцо. Что? Я серьезно. Это замечательная новость. Надеюсь, дела пойдут. Надеюсь. Надеюсь. Очень надеюсь. Всем привет. Привет, дядя. У меня важная новость. Я договорился со священником. О чем? Как о чем? О чем же? Завтра мы с Эмпе женимся в Олимпе. Что? Завтра? Завтра? Да. Звони на Нате. Она принесет смеку для новой линии одежды. Какая умная девочка. Скажешь ей, чтобы вошла. Скажи, это твоей секретарше. Ревнуешь. Ты снова за свое. Глория. Я ревную. Глупышки, Нате. Прошу тебя, проявляй к ней больше уважения. Тем более, она с нами работает. И, конечно, ты счастлив. Так ты сможешь еще раз ее обмануть. Давай кое-что выясним. Мои чувства к Нате чисты. Я очень жалею, что сделал это. Ложь, ты лжец. Простите. Я не помешала? Нет, нет, Нате. Глория уже уходила. Верно, Глория? Нет. Мне очень интересно, что принесла Нате. Оригинал и копия. Как завтра, папа? Завтра, завтра в полдень. Люди уже начали распускать слухи, что я не сплю дома. Сплю здесь, сплю там. Мы с Эмпе решили ускорить процесс. Дядя, это очень важное решение. Нужно все как следует обдумать. Конечно, конечно. Можешь общаться с императрисой сколько угодно, и вам не обязательно жениться. Пусть говорят. Да, дядя, вы уже взрослый и можете делать, что хотите. Это не только из-за слухов. Детки, быть женихом для меня очень утомительно. Приходится быть в напряжении. Когда женюсь, сразу успокоюсь. Нате. Разумеется. Нате, мы должны подождать Нате и узнать ее мнение. Она моя сестра. Она меня поддержит. Все решено. Завтра в Олимпе состоится свадьба. Пойду готовиться к медовому месяцу. Осторожно, тебе хватит удар. Если не мытьем... Так катанем. Да, Хосе. Мне кажется, вам следует немного отдохнуть, чтобы предстать перед дочерью во всей красе. Исабелита, не знаю, как благодарить вас за все, что вы делаете. Не беспокойтесь. Сегодня вечером я получу свое. Когда увижу Лауриту счастливой. Такая она счастливая, что у нее есть такая подруга. Не говорите так. Так поступила бы на моем месте любая. Спасибо. Когда у меня будут деньги, я отдам все, что вы потратили. Квартира очень дорогая. Забудьте, прошу вас. Минуту. Привет, я помешала? Как вы, сеньор? Дан Хосе, императрис. Очень приятно. Оставлю вас от них. Простите. До встречи. Любовь зла, любовь зла. Твое последнее завоевание? Прошу тебя. Невероятно. Наверное, ты уже в отчаянии, девочка. Бегаешь по улице и кричишь всем. Ты мой. Ты мой. Императрис. Что? Не будь глупой. Прояви немного уважения. Ты пришла отдать мне деньги? Полагаю, что... Нет. Нет, нет. Давай не будем больше ругаться. Нет. Я пришла пригласить тебя... на мою свадьбу. С Иркулесом. Завтра полдень. Мы женимся в Олимпе. Приглашаю. Поэтому ты такая довольна? Да, да, да. Выходишь с Иркулеса. Бедняжка. Это отец Нати, Конана и все эти швали? Да, 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 да. Ты рада, что выходишь за этого бедного, старого бедолагу, на которого давно перестали смотреть женщины. Поэтому ты довольна? Зависти на это твое сердце. Иркулес не бедный. Он владелец одного из лучших залов города. Да, да, мне тебя жаль. Единственное, кого тебе удалось подцепить, это тот старик, который недавно ушел. Решай сама, приходить или нет. Кстати, не забудь прислать подарок. С консьержем или положи у двери. Как хочешь. Главное, не забудь прислать подарок. Ты даже не представляешь, какой я сделаю тебе подарок. Поздравляю со стариком. Прикрывай ему ноги, а то простудится и умрет. Береги его. Прими мои поздравления со свадьбой. Я пришла у тебя подарок, императрица. Ты даже не представляешь, какой подарок. Лаура. Лаура. Любимый, наконец-то пришел. Присоединяйся. Скоро будут гости. Скажи, зачем ты пригласила Сильвию? Ты знаешь. Разумеется. Ты не понимаешь, что у нас общий бизнес. Больше так не делай. Любимый, я не хотела ничего плохого. Она меня простила, и я решила отблагодарить ее. Это был жест вежливости. Она сказала... Нет, Лаура, это очень некрасивый жест. Больше так не делай. Хорошо, любимый. А вот и гости. Да. Проходи, Глория. Как дела? Лоренцо дома. Привет, Мими, как ты? Привет, Тони. Привет, Лоренцо. Привет, как дела, Глория? Хорошо. Мими, все в порядке? Отлично. Нати. Наверное, сейчас празднуют примирение Лоренцо и Лауриты. Не думай об этом. Как я могу не думать, Нати? Подумай о другом. О мастерской, например. О том, как хорошо идут дела. О том, что Конан, папа, Мими и я... Тебя любим. О свадьбе дяди с Дони Эмпе. Не напоминай, прошу тебя. У меня уже нервов не хватает. Зачем вы не перенесли день свадьбы на завтра? Не знаю. Обними меня. Сестренка. Привет. Простите за позднее время. Я только что закончил. Вот документы, Сильвия. Большое спасибо, Орландо. Нати, мне пора. Увидимся. Да. Спасибо. Я могу подвезти тебя. Не нужно, езжай. Нати, мне это ничего не стоит. Кроме того, мне нравится помогать красивым женщинам. Да. Например, Исабелли. Причем здесь Исабелла? Эрика рассказала, что ты помог Исабелли выйти из тюрьмы. Женщине, которая разрушила отношения Лоренцо и Сильвия. Нати, я адвокат и делал свою работу. Да? В обмен на что? Что она тебе предложила? Нати, когда ты поймешь, когда, что ты для меня единственная женщина? Когда ад замерзнет. Эркулес так настаивал, так настаивал, что я согласилась выйти замуж завтра. Конечно, я не против. Главное, чтобы ты была счастлива. То есть, ты поддерживаешь наше решение? Разумеется. Сынок, спасибо. Я так счастлива. Спасибо, мой мальчик. Хотя вам не следовало торопиться. Вы должны узнать друг друга. Зачем? Я устала. Устала быть одной, быть вдовой. Я хочу выйти замуж, посвятить себе семье, мужу и жить на доход. Ты уверена? Да. Да, уверена. Нервничаю, но уверена. Я поддерживаю тебя на сто процентов. Спасибо, мой мальчик. Благослови тебя, Бог. Я тебя люблю. Спасибо, сынок, спасибо. Тони, не пей много. Завтра свадьба у мамы с Доном Аркулесом. До сих пор не могу поверить. Я тоже. Классно, что они женятся. Почему классно? Не знаю, так трогательно. И как вечеринка? Скучновато. Скучнотища. Лаурита, прекрасный вечер. Ты вся сияешь? Как бы я хотела поделиться с вами своим счастьем. Нашим счастьем. Да, конечно. Не знала, что ты пригласила Исабеллу. Исабеллу никто не приглашал. Добрый вечер. Простите за вторжение, но я хотела бы представить вам Дона Хосе. Отца моей подруги Лауриты. Дон Хосе находился в тюрьме 10 лет и уже отчаялся увидеться со своей дочерью. Доченька дорогая, не представляешь, как я рад тебя видеть. Фильм озвучен компанией Зон Вижн. Фильм озвучен компанией Зон Вижн. Добрый вечер. Исабелла. Вечеринка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok